всем привет вы на моем канале НЕ у нас сегодня просто домашний влог приятного просмотра сегодня мы приехали на Клеопатру бич в городе Сыктывкаре вот можно посмотреть если конкретно это Кочпанчит что мы не в Турции мы в Сыктывкаре сейчас находимся приехали мы отдыхать с мамой и любимчиком вот мама купалась посмотрите какое количество народу просто отдыхающих куча лето жара город Сыктывкаре наконец-то на два дня или там на неделю прогноз погоды я точно не помню но прогнозируется прям жара такая хорошая сегодня второй день жары и вот все вынырнули из своих рабочих домов это кстати наш первый поход вроде бы да вот на пляж в Сыктывкаре мама Винчика моет так что мы отдыхаем купаемся загораем хотели кстати шашлык приготовить но у нас просто так случилось так совпало что случайно не взяли мангал поэтому дальше мы поедем отдыхать к нам на дачу водичка очень теплая водичка очень теплая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я больше забыла ДимаTorzok Дальше мы попросили у мужчин зажигалку Ну слушайте, зажигалка спасла ситуацию, конечно, но на долю секунды Почему? А я вам расскажу чуть позже, почему Рассказываю дальше Мы это все дело зажгли Думаем, ну все, сейчас поедим шашлык Но не тут-то было Рома говорит, давайте быстрее мясо, давайте на шампура Надо нанизывать, это-то давать, давать Я бегом, значит, ну все же спешим, что делать? Убегаем, не знаем как быть Все, на эти шампуры, значит, нанизываю этот шашлык, мясо Наш огонь потух И больше он решил не просыпаться Так что мы сейчас едем на огород Будем делать там шашлыки Вот Такие новости? Мы уже приехали с вами на мой огород На мои угодья Я вам проведу небольшой экскурс по моему огороду Пойдемте со мной Пока что у нас вот, пожалуйста Шампурщик, мангальщик, Роман Готовит Бимка уже отдыхает Что-то он дрожит, что ли? Боится Или он замерз? Что он не замерз, видишь, выкопал там себе уже Он так устал после нашего купания Самый счастливый человек на планете, можно сказать Пьез Пьез Итак, начнем, наверное, с прихожей Не с прихожей, а прям вглубь, возле дома У меня расположились, так как здесь У меня теневая сторона Видите, здесь нет солнца Я искала, думаю, чтобы посадить Чтобы Что? Чтобы Что я там говорила, Роман? Теневая сторона Так, здесь у нас теневая сторона Солнце, как вы видите Не Сейчас вот лучи солнца к нам не попадают Я спрашивала, искала в интернете Что можно посадить, чтобы растение росло В теневой стороне дома И ответ Как вот все, как будто бы бальзамин Мне говорили все, что это бальзамин Пожалуйста, вот я высадила Как на картинках Они должны быть цветы очень красивыми Они должны быть такими пышными Там вот если их подвязать, прям клумбочки такие И также я Что-то шарики Как это цветочки шарики называются? Маленькие Это которые Я сейчас забыла В общем, не помню Но я думала, что они у меня Они вырастут И посмотрите Я сегодня увидела, что первый цветочек у меня вот появляется Дальше Дальше Также А их не надо будет выкарпывать? Также мне Рома оформил, пожалуйста Оградку или что это за мини-заборчик Для моей клумбы Их, в принципе, можно покрасить там в белый цвет Будет шикарно смотреться Не надо Пойдемте дальше Так Мои любимые гвоздички Я просто вот у меня была тут такая территория Я хотела ее как-то вот украсить И просто ехала по дороге Просто ехала по дороге Увидела, что женщина продает вот эту рассаду Думаю, ну дай возьму, куплю И, пожалуйста, купила гвоздички Три штучки Они были такие маленькие А смотрите, как они расцвели Мне очень нравится Переходим дальше Так, идемте дальше Так его и не видно Наша с Ромой первая теплица Сейчас вставлю небольшие фрагменты вам Чтобы показать, как мы ее строили Как мы ее создавали Вот, смотрите Бомби Так, мы вновь на своей даче Посмотрите, что это за красота Довольный муж Который все сделал Молодец Удачные тусовки Просто что-то Это просто сделал вот этот человек Вот этот Доволен? Молодец Выросло что-нибудь Ну, вырастет так вырастет Нет, так нет Арбузы, дыни Арбузы, дыни Ай! Буду себя высаживать сюда Кута Дачные истории Посмотрите У меня есть 50% готовая теплица И еще одна Горядка На которую я уже высадила Кое-что Не знаю Прорастет Все или нет Моя теплица Любименькая Красивенькая Это Покашули Это Ромашули И вот Работа Мастера Смазать Так Посмотрите Какой результат У нас Получился Вот Но Нюансов Не бывает Без нюансов Точнее Короче Нам еще штучки Кое-какие Нужны Мы сейчас Быстро едем В сантехнический Магазин Вот мои Гвоздички Вот так Вот так Вот так Уже сорняки Поросли Вот там У меня Цветочки Вы посмотрели Вот Небольшие Наши Фрагменты Я так Полностью Не снимала Здесь У меня Выращиваются Перцы Вот Вот этот Вот самый крайний Это моя любовь Почему Я его нечаянно Сломала Точнее Наша конструкция Ее сломала Я думаю Ну все Очень жалко Печально Но В моей душе Была надежда О том Что он Возвращается Как-то Воспрянет Воспрянет И вот Посмотрите Мне кажется Даст Свои плоды Дальше Здесь у меня Был укроп Но я его Уже Дальше Петрушка И Мои Огурцы Вчера Маме Собрала Сколько Штучек Семь огурцов Да Наверное Восемь Огурцов И мама Засолила Банку Огурцов Так что Будем есть В скором Времени А так Дверь Закрой А так Вот можно Посмотреть Также Вот этот Вот забор Который Я сейчас Закрываю Это рук Самого Романа Николаевича Это его Конструкция Он это все Сделал Сам лично Тут был Вообще Гнилой Гнилая Калитка Рома Все это Сделал Все создал Своими руками С помощью Шурика Конечно же Дальше Проходим Здесь у нас Расположилась Клубника А мы Пойдем Со мной Сначала Мы идем С вами Наверное По более Таким По цветам Да Вот По периметру Пошли Здесь у меня Цветы Но не помню Как называются Ромашка А Точно Длинная Ромашка Которая Дальше Дальше У меня Здесь То ли Астры То ли Георгины Это Астры А георгины Получается Вот они Вот такие У меня Будут Георгины Это Это у тебя Однолетники Так вот Это вот Астры Они еще Выросли Да Или нет Нет Уже Ну вам Надо Землю Тут Приподнять Ну ладно Приподнимем Дальше Вот у меня Уже Цвели И вновь Начинают Зацветать Вот Какая Красота Здесь же Я Сажала Гладиолусы Штук Шесть Вышел Только один Гладиолусам Нужно Нужно Солнце И тепло Да А они у тебя В тени Ладно Но один Надежда Внутри Всегда Спасает И вера Верьте В себя Дорогие Друзья Дальше Здесь у нас Расположились Кабачки Посмотрите Здесь кабачок Здесь кабачок Очень много Кабачков Надо уже есть С кабачками Дело туго Ну Не надо их Выращивать Вот такими Ешьте Вот такие Дальше Моя чудо Грядка Наша вторая Грядка После первой Теплицы Что хочу сказать У нас здесь Земля Грохнулась Морковь Все Свекла Попадала Но Также Вера И надежда Все И любовь Смотрите Что Подарила Мне Морковь Да Не полная Грядка Но Все же Морковка Присутствует Дальше Здесь у меня Свекла Уже скоро Вот посмотрите Двоим вам Покажу Качан Ой не Качан А вот Плод какой Красота Я думаю Я думаю Что красота Скоро Будем Есть Настоящий Борщец Со своими Полностью Ингредиентами Дальше Здесь у меня Укроп Также Видите Земля Упала Но Ничего Страшного Петрушка Я очень Люблю Петрушку Есть Хлебушек Там Творожный Сыр Значит Либо Икорочка Либо Рыбка И вот это Вот все Дело Петрушкой Больше Больше Главное Петрушки Побольше Здесь у меня Лук Вот Лук Я думала Ну все А нет Видите Красота Лук Пошел Маленький Лук Чиполино Называется Вы эту Траву Вытерни Ай Так И здесь У меня Лук Порей Вот И так же Видите Здесь Расположилась С навоза Это С навоза Представляете Купила Конный Навоз Чтобы Это Все Дело Удобрить И вот Пожалуйста Можно Можно Заводить Кроликов Чтобы Они Поросенки Еще Скажи Можно И поросенка О Кстати Из Этого Удобрения Представляете Растет Подсолну Малинка Дальше Проходим К нашим Следующим Теплицам Где Расположены У меня Помидорчики К счастью Нет Предела Посмотрите Вот Эта Вот Сторона Да Ну Половинка Это Моя Рассада Да Вот Она Я Это Вырастила И Представляете Сегодня Вот Это Они Не Росли Бедненькие Мои Маленькие Были И Представляете Сегодня Смотрю И маленький Помидорчик Уже Есть Черри Да Вот Это Все Помидорки Черри Они Должны Были Быть На Подоконнике Там Специальные Помидоры На Подоконнике Выращиваются И У меня Там Какая Пальчика Была И Вот Пожалуйста Это Вот Моя А Эта Сторона Мне Дала Тетя Свою Рассаду И Так же Посмотрите И Вот Вот Помидорчики И Тут Помидорчики И Здесь Помидорчики Ну Не Блаженствовали Друзья Мои Дальше Вот Ну Покажи Сколько Здесь Помидорчик Ну Вообще Ну Вообще Дальше Здесь У нас Расположилась Как Рома Говорит Барная Стойка Для Коктейлей Тут Якобы Коктейли Будут Идем Дальше Проходим Следующий Нашей Третьей Теплице Здесь Я Высаживала Баклажаны И Редиску Но Редиска Вот У меня Вот так Все Была Вряд Редиска Редиску Мы Уже Всю Съели Я Оставила Только Баклажаны Но Баклажаны К сожалению У меня Не растут Скорее Всего Потому Что Их Нужно Рассаду Нужно Где-то Наверное Феврале Месяца Начинать Вот В нашей Среде Так Сказать Да Как Наших Климатических Условиях Наших Климатических Условиях Да Мы Живем В городе Сыктывкаре Мы Это Не забываем Вот Переходим К самому К самому Главному Борщец Я Очень Люблю Борщец А Борщец Не Может Существовать Без Чего Правильно Без Капусты Посмотрите Какая Капуста У Меня Уродилась Ну Не Красота Ли Можно Уже Можно Брать Вот Смотрите Какой Качан Господи Да Слизни Нас Атакуют Но Мы С ними Боремся Дальше У меня Здесь Также Присутствует Свекла У меня Вообще Оставалось В пачке Свекла В морковь А Меня Очень Раздражает Когда что-то Остается Поэтому Я вот так Вот просто Накидала Свеклу Прям Вот В ряд Чтобы Ничего Не Осталось Чтобы Вот Этот Фантик От Как Это Называется От Семян Я Бо Могла Выбросить Поэтому Я Вот Так Накидала И У меня Прям Свекла Вот Прям Так И Растет Я Считаю Вырастет Так Вырастет Если Заглянуть Красота Плоды Присутствуют Это Картошка Морковь Дальше Картошка Переходим С вами В зону Отдыха В зоне Отдыха У нас Мангальчик И Пожалуйста Цветы Купила В светофоре По 250 Вроде бы Рублей Вот эти Вазы Для Этих Специальных Цветов И Что У нас Скамейки Стол И Мы Сейчас Наконец Таки Уже Поедим Но Навряд ли Так Я Вижу Еще Огонь Огонь Есть Уже Хорошо Итак Небольшой Экскурс Я Вам Провела Поэтому Сейчас Будем ждать Шашлык Как он Приготовится Готовится Я Вернусь К вам Вновь Итак Вот наш Стол Шашлык Майонез С кетчупом Петрушка С моего Огорода Укроп С моего Огорода Половина Наша Половина Покупленная Перец Вот Наш Стол Сидим Всем Приятного Аппетита И До новых Встреч